Кусочек маленького хлеба как символ блокады Ленинграда. Ненецкий округ присоединился к всероссийской акции «Блокадный хлеб», которая призвана напомнить о мужестве жителей северной столицы. Блокада Ленинграда – одна из самых страшных страниц истории Великой Отечественной войны. Почти 900 дней боли и мучений, мужества и героизма. Ни один город за всю историю войн не отдал за победу столько жизней. О том, какой он вкус спасительного хлеба, узнала наша съемочная группа. Любовь Пермякова продолжит. Стремительное продвижение германского вермахта летом-осенью 1941 года создало угрозу и для Ленинграда, второго по величине города СССР. Однако сил на то, чтобы его захватить, у гитлеровцев уже не осталось. Тогда, как известно, по личному распоряжению фюрера и началась блокада Ленинграда, которая продлилась 872 дня. Самым важным для защитников Родины ресурсом стал знаменитый блокадный хлеб, на котором во многом и держалась оборона Ленинграда. Норму постоянно снижали. 18 июня 1941 года она составляла 800 грамм. Впоследствии упало 200 грамм для рабочих и 125 для всех остальных. Хлеб изначально выпекался по обычной рецептуре, но со временем, когда муки становилось все меньше, он приобрел особый вкус и консистенцию. Специалисты Центральной лаборатории Ленинградского треста хлебопечения придумывали самые немыслимые варианты, лишь бы накормить хоть чем-то горожан. Например, искали заменители муки среди непищевого сырья. Вот есть такой документ, где перечисляется структура хлеба. Из чего он выпекался? Пищевая целлюлоза 10 процентов, жмых 10 процентов, обойная пыль 2 процента, выбойка из мешков 2 процента, хвоя 1 процент, ржаная обойная мука 75 процентов. Кроме ржаной обойной муки в хлеб клали овсяную, ячменную, кукурузную, соевую муку, мучную пыль, лузгу, рисовую мучку, отруби, соевый шпрот и дальше. Много составных частей. Необходимость в таких заменителях отпала лишь после открытия дороги жизни по льду Ладожского озера, которая позволила наладить хотя бы минимальное снабжение жителей осажденного Ленинграда. Дорога жизни во время Великой Отечественной войны – единственная транспортная магистраль через Ладожское озеро. 13 ноября начальником тыла Ленинградского фронта Лагуновым был подписан приказ об организации постройки ледяной дороги по водной трассе мыс Осиновец-Маяк-Кориджи. Утром 20 ноября на восточный берег Ладоги с Вагановского спуска у деревни Кокарева был отправлен батальон конно-транспортного полка. 21 ноября первый обоз с хлебом вернулся в Ленинград. Когда в Ладоге тонули машины, везшие муку в город, то ночью в перерывах между обстрелами в затишье специальные бригады крючками и веревками доставали мешки из воды. В середине такого мешка часть муки оставалась сухой. Внешне же превращалась в твердую корку. Ее не выбрасывали, измельчали специальными приборами и тоже использовали для приготовления хлеба. Главный документ, который давал право получить кусочек хлеба – специальные карточки. Они были введены еще до начала блокады. Такие карточки были именными. Получали их раз в месяц при предъявлении паспорта. При потере они не восстанавливались. Потеря такого документа для его хозяина была в прямом смысле смерти подобна. Было несколько категорий блокадных карточек. Рабочая с самой высокой пайкой, а также детская до 12 лет и ждевенческая отдельно для служащих и беременных женщин. В День памяти о полном снятии фашистской блокады 27 января в Ниньском округе во всех образовательных организациях пройдет Всероссийский урок памяти, на котором юные жители округа узнают о событиях того времени и подвиге мирных жителей в годы Великой Отечественной войны. Главным символом Всероссийской акции станет кусочек хлеба весом в 125 граммов. Стартовала, собственно, с начала уже этой недели. Идет информационная определенная кампания с показом видеороликов в СМИ. Из мероприятий планируется у нас обязательно проведение классных часов во всех школах, посвященных этим событиям. И также в выходные дни у нас запланировано посещение блокадников наших, наши волонтеры Победы пойдут в гости пообщаться, уделить внимание. Также запланирована, собственно, сама акция, в рамках которой всем жителям, гостям города будет предложено посмотреть, что такое пайка хлеба в 125 граммов, ощутить немножко, как говорится, весь трагизм. Хлеб в окружном центре и населенных пунктах Ниньского округа будут раздавать волонтеры при поддержке глав муниципалитетов, работников культуры, потреб кооперации, а также представителей ветеранских организаций. Первую партию блокадного хлеба сегодня уже испекли в потребкооперативе «Север». У нас входит в состав рецептуру мука овсяная, мука ржаная, солод и отруби пшеничные. Как люди берут, пробуют? Конечно, все с интересом, все хотят попробовать. Всего потребкооператив бесплатно изготовит около 200 буханок хлеба, 150 для жителей города и 50 для сельских поселений. Получается булочка на… 500 грамм. Булка 500 грамм. Да, и вот это на 4 части разделяется, как раз 125 грамм. Мне удобнее, мы нарезаем всегда пополам. Видите, он еще пока только испекся, поэтому, да. И вот на еще две части. Вот примерно 125, да. В моей руке ровно 125 грамм хлеба. Именно такую норму выдавали жителям блокадного Ленинграда. Вкус хлеб имеет достаточно соленый. Много соли добавляли для того, чтобы люди пили больше воды, которая притупляла чувство острого голода. Почтить память жителей Ленинграда и попробовать на вкус блокадный хлеб можно будет 24 января в 12.30 в кафе-ресторан «Север» в торговом центре, расположенном в Хариверской, и в магазине «Кристалл» поселка «Искатели». Любовь Пермякова, Вадим Стасюк, Антон Ведряков, Телеканал «Север». Спасибо.